Импортозамещение должно быть качественным, подчеркнул глава государства Владимир Путин на прошедшем в Нижнем Тагиле заседании президиума Госсовета страны. Замещать импортные товары отечественными можно лишь в случае, когда последние будут на уровне, а для этого нужно помочь российским компаниям модернизировать производство. Некоторые, как например Пермский край, уже стали заключать региональные специнвестконтракты, но вчера с Виктором Федоровичем как раз в Перми присутствовали на подписании трех таких документов. Первые в России специнвестконтракты заключены с Лысвинской металлургической компанией, Березняковским заводом Содохлорад, а также предприятием ПротонПМ. Общий объем инвестиций 40 миллиардов рублей и дополнительные полторы тысячи рабочих мест. Владимир Путин поддержал целый ряд предложений губернатора Прикамья. Так мы ориентируемся на полностью отечественный авиадвигатель ПТ-14, на первую отечественную оптоволоконную заготовку, на серийное производство станков с числовым программным управлением. И Владимир Владимирович, вы как раз в авиасалоне заходили и смотрели этот станок, а мы уже разработали еще более современный станок и вместе с Ростехнологиями начинаем запуск этого производства. И то же самое на уровне фармацевтического производства мы сейчас работаем по выпуску субстанций. Прикамские инициативы неоднократно ставили в пример на заседании Госсовета. Планируется, что уже к 2020 году Пермский край на 100% сможет обеспечить потребность страны в части закупок оптоволоконных кабелей. Данный проект включен в перечень инновационно-территориальных кластеров. На заседании также затронули тему импортозамещения в области оборонно-промышленного комплекса. И здесь прикамские предприятия оказались в передовиках. У нас в крае, я впервые за долгие годы ощущаю мощнейшую поддержку, потому что предыдущее руководство инженер и промышленник считали ругательными словами. Слава Богу, что ситуация в крае кардинально изменилась. Это гарантирует, что у нас все получится. За всю историю отечественного двигателестроения пермские конструкторы разработали 70 типов двигателей, две трети пошли в серийное производство. Всего же на заводе было выпущено более 80 тысяч поршневых и газотурбинных двигателей. Сегодня предприятие сделало очередной технологический прорыв в отечественной промышленности. За почти 30-летнюю историю нашего двигателестроения такого события, которое мы имеем сегодня, не было. Ну, если сказать поточнее, 29 лет назад у нас было событие, которое произошло совсем недавно и прошло как-то незаметно. Это создание нового нашего двигателя ПД-14, который изначально планировался как базовый для нового нашего самолета МС-21, но фактически он предусмотрен для всей линейки нашей авиации. Кроме того, Владимир Путин выразил уверенность, что пермский двигатель ПД-14 будут успешно использовать на газоперекачивающих станциях и других объектах российской промышленности. Ритис Бараускас, телекомпания «Ветта».